Сенгелей 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 Видимо, ни тогда, ни теперь власти города и района не понимают и не хотят видеть, что прямо в городской черте продолжает функционировать и расти уже не свалка, а экологическая катастрофа. И если их выгоду еще можно понять, то совершенно непонятно, куда смотрят и что видит Министерство природы региона, где экологические патрули, волонтеры-экологи, акции и активность в борьбе с мусором. Буквально в нескольких километрах отсюда строится национальный экологический парк Сенгелеевские горы. А вот здесь экологией даже не пахнет. Несмотря на обещания местных властей убрать бывшую городскую свалку, она по-прежнему функционирует и встречает своих посетителей полуоткрытым шлагбаумом. Осенью прошлого года нам удалось доехать до конца этой свалки. Теперь это невозможно, все завалено мусором. Но свалки нет. Свалка закрыта по решению суда и продолжает функционировать. Прямо рядом со свалкой ульяновские сельхозпроизводители выращивают экологически чистое зерно, которое мы с вами будем употреблять в пищу. Как и полгода назад, следом за нами на свалку приехали осенизационные машины, чтобы в окрестностях поля слить отходы из канализации, химию с автомоек, органические отходы и прочую жижу, раз взглянув на которую, больше в Сенгилее блины есть не будешь. Еще в первый наш приезд Рамис Саржанов, который тогда исполнял обязанности главы администрации, сетовал, что мусор тайком вывозят люди. Однако обилие отходов и беседы с жителями свидетельствует об обратном. А скажите, вот за Сенгилеем свалка была, она еще действует? Нет, ее давно ликвидировали, ее давно ликвидировали, нет, ее свалки нет. Они возят куда-то очень далеко мусор, они объясняют, что не хватает транспорта, что возят мусор далеко, поэтому не хватает транспорта. Однако, как говорят опытные сказители, это только присказка, а сама мусорная сказка еще впереди. Согласно Санпин, в теплое время года бытовой мусор должен вывозиться ежедневно. Тем не менее, по словам сенгилеевцев, он выводится не чаще двух раз в неделю. Гниющие бытовые отходы – прямой путь к кишечным инфекциям и другим заболеваниям. Центральная площадь города Сенгилей блещет благоустройством и чистотой. Однако не весь город выглядит так. Жители жалуются, что региональные операторы и местные власти не занимаются проблемой вывоза мусора, и город утопает в грязи. И вот история повернулась в пять, и все стало на круги своя. От площади 1 мая к улице Льва Толстого. Уровень благоустройства и чистоты налицо. Ни региональный оператор, ни местная власть не вывозят мусор. Регоператор заявляет об отсутствии дорог. Местные власти от мусора, оставшегося после субботников, тоже открещиваются. Мусорных контейнеров мало, и все они располагаются очень неудобно для жителей. Он далеко, но вывозят нерегулярно, скажем так. А сколько раз вот примерно в неделю вывозят? Ну, два-то раз вывозят. В неделю? Но у нас объем большой, несколько улиц. Прям очень большой объем. Поэтому нам эти вот, то, что там стоят, четыре контейнера, скажем, не хватает. Заполонили все мусором. Там вот только вывезут, через там день, там уже свалка идет. А потом, мы все пенсионеры живем на нашей улице. Нам ходить далеко. Вот представьте, поставили на полевой сейчас пять, наверное, контейнеров, да, Валя, там стоит? Пять контейнеров стоит. Зачем там стоит пять контейнеров? Зачем? Вы поставьте нам вот здесь где-нибудь контейнер или два лишь. Ведь сейчас со всех улиц несут все туда. На той улице вообще нет контейнеров. Понимаете? Вот безобразие, это форменное безобразие. У нас зеленый город, у нас красивый город, у нас много деревьев. Но мы все, вот, захламили. А теперь начнут. Сейчас, видите, чистые посадки. А сейчас попрут все сюда. И уже прут. Практически каждый овраг или родник в городе – импровизированная свалка. Правда, кое-где почти официальная. Или на официальной территории. С центральных улиц мусор еще вывозится, однако вывозится он только из мусорных баков. Муниципальные службы свой мусор не вывозят. Поэтому в водоохранной зоне вот такая картина. В день, когда мы снимали этот сюжет, Сенгилеи гостили делегации нацпарков Чувашии. В здании администрации района обсуждались проблемы памятников природы. Как жаль, что сенгилеевским муниципалам удается так ловко прокладывать для гостей района экологические тропы, чтобы ни гости, ни начальства не наступили в отходы, которыми заполнены все углы и закоулки. Жаль, что город и его окрестности, природой которых по праву гордятся ульяновцы, зарастает мусором.